И тут такие слова, что даст вам обучение в моей школе первой ступени. Итак, моя школа это место, где открываются двери в мир невидимого и невидимого, неведомого и мистического. Здесь каждый ученик обретает уникальные навыки и знания, которые могут применяться на практике, причем мгновенно после первых дней обучения. Вот основные аспекты обучения. Понимание влияния миров. Изучение взаимодействия интеллектуального, небесного и земного миров, понимание, как они влияют друг на друга. Развитие естественной силы. Вы научитесь управлять удивительными вещами с помощью естественной силы, раскрывая тайные замыслы и увеличите свое материальное благополучие. Победа над врагами. Обретете способности для победы над противниками, снижения влияния негативных факторов в вашей жизни. Исцеление и здоровье. Изучите методы изгнания болезней, сохранения здоровья, продления жизни и избавления от старости, обретения молодости. Пророчества и предсказания. Разовьете способность предсказывать будущие события. Практические примеры. Я приведу конкретные практические примеры, объясню, каким образом это влияет. Также объясню, как влияет на человека сон, каким образом эзотерически можно программировать судьбу, почему ваши мысли не визуализированы и не исполняются, как исполнять желания. Почему я решил провести обновленную первую ступень? Я решил это делать, потому что я столкнулся с такой проблемой. В свое время я думал, что людям необходимы ключи. То есть люди не хотят изучать философию жизни, им не нужна практическая психология. И я думал, что достаточно давать определенные ключи. Помните мои ключи? Приставил дулю на капоте, доехал от пункта до ай, милиция не остановила. Или приставил то-то, то-то, доехал и поставил свою машину, потому что всегда будешь везде без очереди. Я там объяснял, как дом продать, как там еще что сделать. Объяснял, как привести себя в порядок, там панические атаки и так далее. Сделай так, представь так, получишь вот так. Со временем я понял, что не хватает философии. Я начал давать дополнительно философские доктрины. Вы, наверное, их помните, это слова. Я ни при чем, не дари любовь ближнему, почему это необходимо делать и так далее. Таким образом появилось уже первых две ступени. То есть первая ступень и обновленная первая ступень. Если сравнивать информацию, то она критически или категорически разная. А потом со временем я понял, что если я не буду давать само мироустройство, то есть как или где находится астральная энергия, как появляется астральная энергия, с чем связаны эти четыре элемента, о которых говорится в эзотерике, как это связано с планетой, что такое нумерология, как это может помочь, влиять, то есть давать конкретно начало или начало миростроения, как человек коммуницирует с Богом, есть ли необходимость это делать, почему наши мечты не исполняются, а все происходит полностью не так, как мы хотим, почему человек плохо спит, откуда берутся психические заболевания, как происходит влияние на человека, почему мы агрессивно относимся, почему в семьях не получается любить близких. И вот это все мироустройство, начиная от того, что же такое астральная энергия, как ей управлять, что такое ментальная энергия, как работает эфирная энергия, где находится дворец небесных драгоценностей, как развить в себе везение и успех, как сделать так, чтобы стать могущественным, сильным, ярким, проницательным, молодым и так далее. Это все дает нам вот такое обучение, потрясающее, невероятное, обновленное, с новым дыханием и с новым миром. Это ступень, которую я буду проводить уже на следующей неделе, в среду, поэтому приходите, буду рад вам, она платная, перейдите на мой сайт, он указан в шапке моего профиля, если вы смотрите в ТикТок или в Фейсбук, и сможете приобрести мою обновленную, первую ступень эзотерической школы Кайлас. Ну и, конечно, если это вам не подходит, не переходите, не смотрите, ну и good day.